Ну что, вот здесь вот была моя старая аварийная квартира. С этой квартирой Ирина Есерева съехала в начале 2016-го. Новую взяла по соципотеке, но при выкупе договоренность с городом и ГЖФ была совершенно другой. Обещали доплатить 27 тысяч за квадратный метр, говорит Ирина. Деньги до сих пор не получены. Гожилфонд звоню, они мне говорят, с удовольствием закроем вам, пожалуйста. Но только после того, как управление жилищной политики выделит на вас деньги. Деньги не выделяются непонятно где. Получается, я ухудшил свои условия. Как дождик, то прям ручьем течет. Тот же дом, 18-9 на Хасана Туфана, обстановка в квартире Нины Бурцевой. Не лучше протекающие потолки, шатки, оконные рамы. Только вот пенсионерку ждет квартира в жилом комплексе Салават Купере. Бесплатно. То, что нам положено, двухкомнатная квартира, 43 метра у нас общая площадь, нам такую же выделяет. Кто-то бесплатно получает, а мы за деньги. Такие же аварийщики. 136 казанцев оказались в непонятной экономической ситуации лишь недавно. Некоторые из них переехали из таких вот ужасающих условий. До сих пор здесь остались какие-то кухонные предметы обихода. Люди уже съехали, но им до сих пор не возместили деньги по ипотечному кредиту. Ситуация с такими аварийщиками исполком пока лишь решает. У самих жильцов сейчас больше вопросов. Ведь информация от госжилфонда совершенно другая. Вот фрагмент одного из телефонного разговора с представительством ведомства. В раздумьях сейчас и жители так называемого Мергасовского дома. Он признан аварийным и жильцам предложили переехать в Салават-Купыры. Правда, здесь речь об ипотеке не шла. Жилье дают метр на метр, но на такие условия здесь не согласны. Салават-Купыры, я считаю, это вообще не город, это пригород. Исполком Казани готов переселить всех, кто остался в аварийных домах без предложения выкупа и ипотечной кабалы. Квартиры готовятся в жилом комплексе Салават-Купыры. Ситуацию с теми, кто остался с ипотекой один на один, город пока не комментирует.